привет я снова на океане решил сделать перерыв от рыбалки ночевычу последние две с половиной недели ездил может быть раз семь или восемь поймал только одного лосося и поэтому как-то очень медленно надоело рыба почему-то не подходит не знаю уже должна в принципе в это время сезона но где-то задерживается может быть где-нибудь кто-нибудь сетку на реке поставил не знания шучу конечно такого не может быть но тем не менее решил сделать перерыв от рыбалки на лосось и приехал снова на океан вот сегодня отлив не такой низкий он негативный то есть где-то минус 50 наверно сантиметров но волна небольшая и поэтому ловить с этого места еще представляется возможность представляется возможность поэтому снова попытаюсь поймать каменного окуня или зубастого терпуга ветер сегодня небольшой может быть 23 километра в час и он будет дуть спину поэтому мешать рыбалки не должен у меня окно времени где-то такой промежуток где-то час до начала отлива и где-то час когда уже начнется приходить на океан релиф так что побегу ловить надеюсь что-то сегодня будет клевать ловлю сегодня как обычно вот на такую джигу две унции компания пилайн джига называется лейзер мено вот с таким тройничком но это как обычно на что я ловлю в океане даю опуститься джиге на дно и начинают вычить подергиваю и подматываю поддергиваю подматываю рыба обычно берет нападение но начинаю поддергивать подматывать что-то есть ребята что-то тащу зубасты терпок вот он ах немножко немножко маловат вот у него кончик хвоста а вот у меня отметина ай-яй-яй придется отпустить вот ребята какая рыба зубастый терпук у него пасть какая вот это зубы да ай где-то сантиметра 2 коротковат повезло ему ну ладно беги то есть упирается неплохо упирается очень неплохо посмотрим что это такое на волне надо вытащить а о это опять терпук ребята это опять терпук неплохого размера этот может быть будет правильного размера да вот смотрите вот его кончик вот у меня маркировка 22 дюйма он как раз 22 дюйма ура отлично наконец-то наконец-то его взял до этого три раза пытался поймать но у меня не получалось и вот наконец-то удача подвернулась отлично вот у него вылетела изо рта какая-то рыбешка ничего себе он у кого-то ел тут не маленького размера рыба тоже ура ребят вот он какой вот он какой ребят смотрите красавица повезло он напасть какая зубы зубище какие отлично вот какая рыба ребят фрикцион у меня полностью затянут потому что при такой ловли не надо чтобы рыбе давать какой-то спуск ее надо просто тянуть если конечно очень крупная рыба я немножко фрикцион расслаблю иначе она может оборвать либо леску либо губы себя оборвется но обычно фрикцион затянут до упора и вот так вот даю опуститься поддергиваю даю опуститься поддергиваю вот уже двух зубастых терповых поймал один оказался чуть меньше допустимого размера а второй едет со мной домой ровно 22 дюйма зубастых терпуков можно брать два в день это лимит морского окуня можно брать 5 штук окуня размера лимитного нету поэтому берется любой ну желательно конечно крупный если 1 2 2 2 2 3 4 8 9 10 11 12 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А вот, ребята, обыкновенный терпук Вот он какой Ну, я таких не беру Очень красивая рыба с такими пятнышками Цвет очень замечательный Но они по вкусовым качествам, конечно Не такие, как Зубастый терпук И не такие, как каменные окуни Поэтому я его отпускаю Если, конечно, отцеплю его Быстро Все, обратно в океан Рыбачки На катере Это рыбаки едут с гидами Я не знаю, сколько долларов Может быть, 150-200 Стоит такая поездка Сейчас сезон лосося Поэтому основная цель Добыть у них лосося Ну и потом Если что, поймать Уже другую рыбу Большая волна Надо отбежать Да, то есть На этом месте Даже Когда во время негативных отливов Надо все время следить За волной Спиной к океану Не поворачиваться Иначе Может смыть Надо быть всегда осторожным Океану совершенно безразлично Опять что-то попалось Неплохо сопротивляется Посмотрим, что это такое Ага Это каменный окунь, ребята Вот он Вот он Красавец Красавец Оп Вот он Хороший О, не самый крупный Но средненького размера Замечательно Сейчас я вот несу К своему кулеру Ну, наконец-то А то Что-то все утро ловил И окуня не было никак Вот он такой Ребят Не знаю, что-то тяну Но не пойму, что это Пока не сопротивляется Может быть Звезда морская Какой-то просто Мертвый груз А нет Это маленький линкод По-моему Да, маленький линкод Да Малышок Малышок он такой вот Вот такой Ну он маленький Я его сразу отпущу Вот он такой, ребят Совсем малыш Не дергайся Не дергайся Я тебя отпущу Да, он маленький Давай, иди Ну вот мой сегодняшний улов Один зубастый Терпук Очень вкусная рыба И один морской окунь Здесь называется Черный морской окунь Черный каменный окунь Сейчас соберу еще Немножко ежиков Собирала где-то Месяц назад Но они были какие-то Полупустые Вот они здесь Некрупные Возьму, может быть, пару дюжин Везу домой Дома почищу И я посмотрю Может быть У них стало побольше Съедобного И буду собираться домой Вот один ежик Еще один Выберу те Которые покрупнее С мелкими возиться Смысла нету Они здесь и так Не такие уж крупные Так, посмотрим Что-нибудь Может быть Наберу Такое Посолидней В принципе В прошлый раз Собирал И количество Икры в них Не особо Зависело От размера Можно было Побольше найти И в крупных И в мелких Но в основном Были какие-то Полупустые Поэтому Я особо Не рассчитываю Ну ладно Наберу А потом Уже покажу Набрал Где-то Штук 20 Может быть Морских ежей Отвезу домой Сегодня Попробую Открою Посмотрю Может быть Они стали Немножко Пополнее Икрой Я обожаю Это дело Конечно Уни Надеюсь В них Что-то будет Буду Собираться Улов Сегодня Так себе Ну как бы Я рад Что очень Очень рад Что поймал Зубастого Терпуга Очень вкусная Рыба С нетерпением Жду приехать Домой И приготовить Дома покажу Как я это Сделаю Ну естественно Один окунек И морские ежи Мидии Собирать Сегодня Не буду Потому что И так будет Как бы Дел много Вот Напоследок Вот такой Вот Красивый Тихий океан Погода Великолепная Все время Только Восемь утра Мне до дома Собираться Добираться Где-то Часа Два С половиной Три Так что Поеду Рано Сегодня Встал Часа На Два Тридцать Так что Весь день Впереди Ладно Увидимся Дома Вернулся Домой Вот Сегодняшний Улов Вот Один Зубастый Терп Один Каменный Каменный Окунь И вот Набрал Еще Вот Столько Ежиков Хочу Попробовать Посмотреть Может быть Они стали Пополнее Внутри Икрой Да Это Были Прямо Очень Очень Тоскливые Такие Внутри Ладно В первую Очередь Сейчас Сделаю Филе Вот Положу В холодильник Вечером Уже Приготовлю А потом Займусь Ежиками Я Разделал Рыбу На Филе Вот Это Два Филе От Каменного Окуня А Это От Зубастого Терпуга Я Процесс Филения Не Показывал Потому Что Я Показывал В предыдущих Видео Если Вам Касалось Обыкновенной Воды Потому Что Я Считаю Что От Этого Вкусовые Качества Ухудшаются Если Вода Попадает На Них И Также Очень Важно Вот В этих Местах Вырезать Здесь Вот Такая Полоса Костей Очень Противных Они Во всех Морских Рыбах По моему Существуют И Обязательно Ее Надо Вырезать Такой В Образным Таким Разрезом Дальше Чем Здесь Они Заканчиваются А вот Здесь Прям Очень Неприятные Кости Не дай Бог Попадут При Приеме Пищи Ладно Это Я Сейчас Уберу В холодильник Буду Готовить Вечером Наверное Сделаю Линкода Сегодня В томатном Соусе С лучком Окунька Наверное Может быть В кляре Завтра Сделаю А сейчас Буду Делать Открывать Ежиков Так Ну Вот Наши Ежики Начнем С самого Большого Посмотрим Есть ли У них Что-нибудь Здесь Или Нет Подрезаем Пополам Рекомендуете Делать В перчатках Нет Это Пустой Ладно Попробуем Еще Одного Видимо Они Они У нас Здесь Такие Не Особо Съедобные У меня Друзья Ездят На Дальний Восток Приморье Собираю Там Ежай Как Они Все Заполнили Здесь Такое Непонятное Есть Ну Совсем Практически Ничего Все Ложкой Пытаюсь Подковырнуть Брошу Сюда Вода Да Очень Мало Икры К сожалению Очень Мало Так что Наверное Больше Я Ежей Собирать Не буду Видимо Они У нас Здесь Такие Пустые Одни Хлопоты Нуж Как бы Доковыряю Потом Покажу Сколько Я набрал Дай бог Как говорится Со спичечный Коробок Наберется Да Все Обидно Хотелось бы Ежиков Свежих Поесть Наверное Одно из моих Самых Любимых Так Пустые Ладно Даже не буду Заморачиваться Ребят Ежики У нас К сожалению Не очень Так что Отключаюсь Вот Основные Ингредиенты Нашего Сегодняшнего Ужина Зубастый Терпук Лук Репчатый Помидоры В банке Потому что Сейчас Все равно Как бы Весна Свежих Помидоров Не найти Только Разве Что Привозные И какие-то Испарниковые Поэтому Разницы Никакой Здесь Они уже Без Кожуры Масло Соль Перец Это Гарнир Наши Стручки Бобов Зеленые И к ним Пойдет Еще Немножко Чеснока Сейчас В первую очередь Нарежу Лук Поджарю Его Когда он будет Такого светло-коричневого цвета Как бы Карамель Добавлю Масло Добавлю Томатов Соль Перец Естественно Все это Приготовлю Как соус А потом Уже Выложу Рыбу Залью Это Все С этим Соусом В то же Самое Время Буду Готовить Стручки Бобов С чесноком И тоже С маслицем В принципе Самое Наверное Долгое Займет Это Поджарить Немножко Лук Ладно Буду Приступать У нас Сковородочка Нагрелась Наливаем Оливковое Масло Можно Чуть Побольше Даже Добавить Помешает Температура Чуть Выше Среднего И теперь Выкладываем Лук Лук Нужно Будет Довести До Состояния Как говорится Карамелизации То есть Это Когда он Прозрачный И Имеет Такой Светло Коричневый Цвет Это Придаёт Соусу Такой Приятный Сладкий Привкус Ну вот Лучок Стал подходить Немножко Он даже Переделался Сейчас Заливаю С Томатный Соус Это были Помидоры Целиковые Но я Изболтал Миксером И стал Такой Соус Теперь Чтобы избавиться От кислотности Добавлю Вот Вот Такой Ломтик Сливочного Масла И Пускай Это Всё У меня Здесь Немножко Постоит Потомится Там Ребёнок Разговаривает Что-то У меня Ну ладно Пускай Это Ещё Минут Наверное 15 Потом уже Буду Заниматься Рыбой И Бобами Стручковыми Томатный Соус Готовится В это Время Я Немножко Посолю И Поперчу Рыбу С одной И с другой Стороны Пускай Пока Это Всё Впитывается Пока Соус У нас Готовится Осталось Буквально 2-3 Минуты Для соуса Буду Уже Закладывать Рыбу Сейчас Переверну Это Так Вот И С другой Стороны Немножко Посолим И Поперчу Рыба Даже Свежая Она Просто Очень Приятно Пахнет Теперь Я Также Посолю Соус Поперчу И Жена У меня Пошла За Тмином На крышу Сейчас Сорвёт Немножко Тмина И Его Я Добавлю Тоже В этот Соус Пока Он Готовится И Потом Буду Укладывать Рыбу Соус У нас Почти Готов Сейчас Добавляю Несколько Веточек Тмина Он Придаёт Замечательный Аромат Еще Буквально Пару Минут И Я Буду Сюда Запускать Рыбу Можно Конечно Было Взять Другую Сковородку Положить На Нее Сначала Рыбу А Потом Уже Залить Этим Соусом Но Я Буду Типа По Босяцки Просто Буду Вот В этот Соус Опускать Рыбу И В это Время Забрасываю Трючковые Бобы В Другую Сковородку Это Как бы Будет Наш Гарнир Обжарится Я Добавлю Туда Чесночка Соль Перец Маслица И Пускай Они Немножко У нас Приготовится Я Думаю Соус Дошел Сюда Конечно Можно Накидать Всяческих Там Других Травок Муравок Всего Такого Но Я Просто Хочу Чтобы У меня Не перебивался Вкус Рыбы Потому Что Как я Уже Сказал Это Либо Шикарная Одна Из Кажется Рыб Которые Во всям Случа У нас Водятся В океане Поэтому Я Без Особых Добавок И Просто Начинаю Ее Укладывать Так Вот Кусочками Естественно Те Что Потолще Сначала В первую Очередь А потом Уже Все остальные Постовые И Она Будет Как бы Готовиться В такой Баньке Из Томатного Соуса С Лучком Вот так Вот И Накроем Все Это Пускай Она Попарится Здесь Буквально Рыба Нежная Займет Буквально Может быть 8 Минут На небольшом Огне На славом Славом Огне В принципе Вот так Она полностью Покрыта Соусом В это время Наши Бобы Готовятся Стручковые Чесночок Я уже Добавил Соль И перец Так что Я думаю Подойдет Все В одно И то же Время Чуть Чуть Немножко Воды Сюда Добавил Чтобы Она Немножко Как бы На пару Было А так Просто Масло И Бобы Чесноком И Соль И перец Вот я думаю Все готово Вот Бобы Трючки Бобов Вернее Чесночком С Маслицем Солью Перцем Выключаем Чтобы Они Не Переготовились Ну вот Наша Рыбка Тоже Готово Где-то Прошло Минут 8 Наверное 9 Так Что Берем Кусочек Кладем Немножечко Соуса Для Бобов И Вот Такой Скромный Ужин Рыбака Получился Снимаем С Огня Кладем Сюда Сейчас Возьму Еще Кусочек Небольшого Хлебца И Буду Кушать Пробовать Продолжение следует Продолжение следует